Всем привет, с вами Отслот. Сегодня мы продолжаем космические приключения, это уже девятая часть, и в этой части мы будем заниматься сборами ресурсов, а именно строить экскаваторы, а может даже не один. И перед записей уже побегал, поискал жилы, где можно будет найти руды. Хотел найти жилу магнетита, но забыл то, что я случайно нашел возле дома, поэтому я нашел очень много жил, и вот одна из них, еще несколько из них, просто заполнены нефтью. И еще у меня очень много их в инвентаре. Тут есть как нефть, так и платина две жилы, есть уголь с алмазами, много чего. В основном нефти. И вся эта жила, вот эти вот жилы, находились в одном месте практически. Давайте-ка заберем. Надеюсь, они вместятся в инвентарь. Почти вместились, и они находились все вон там. Здесь я побегал, здесь руды очень мало, есть немного нефти, но в основном всего нету, а вон там уже очень много нефти. Так, надо скинуть немного. Скинем это. И заберем все жилы. Когда-нибудь мы их добудем. А пока мы все отнесем домой, и уже вечереет. Первую жилу будем разрабатывать возле дома, где находится магнетит. Это, если не ошибаюсь, смесь золота и железа. Добудем. Вот здесь будет проходить добыча. В той печанке. А пока месь, надо выложить всю руду. И поспать заодно. Так, а руду. А вот я подготовил сундуки. Расширил один сундук. И вместилось. Все, теперь можно и поспать. Вот, проснулись, теперь можно забрать эту жилу. Ее получили 5 часов 28 минут назад. Так, это, наверное, за все время, что я именно был в мире. А не время, даже когда игра была выключена. Она что-то грустит. Еще грустные. Нужно удобрение. А, ей нужен топор. Топор, палки. А какой топор тебе нужен? Каменный. Так. Постой здесь, сейчас будет все топор. А вот он же лыжник. А, хотя, стоп. Булыжник не нужен, нужна кирпичная кладка. Сделаем большой топорик. И отдадим. Клан делся. Так, я не понял. Это что? В смысле вы умеете по лестнице лазить? А ну, все, иди работай. Что? А, точно. Они же грустят. Потому что, как я и предполагал, курьер сдох в проводах. А он зашел туда, его шибанувал током, раскидал все вещи. Поэтому я там сделал небольшой заборчик. Конечно, он все не защищает, но что есть, то есть. Хоть немного заботишься безопасности. А теперь посмотрим, что такое магнетит. Возьмем книжку. Мод я обновил немного. Здесь улучшили русский язык. Вот магнетит. Здесь как раз много железа и немного золота. Все, что нужно. Теперь будем делать экскаватор. Для экскаватора нужно 6 тайных ресов. Стойте, давайте-ка сделаем сначала проектор. Проектор, он сложно вообще делится. Фонарь. Ага, светокамень. Светокамня мне не было. Так, или было? Пока миссии не вижу. Нету. Ну и ладно, фиг с ним. Для светокамня нужно идти в Ат-Аваду. Там целый дом творится с этими всякими демонами и зомби-террористами. Поэтому будем без проекта. Так, для начала нужно 6 тайных лесов. А леса. Заберем сначала все, что есть из Амарсаева. Так, что это? Так, это не надо. Что надо? Надо, надо сталь. Так, здесь нету, а здесь скинем вкладку. Железный прут. Не, это нафиг не нужно. Так, о, целый тяжелый инженерный блок. Стальной прут есть. Но это уже получше. Так, листовой металл там не нужен. Труба тоже не нужна. Но нету пока местали. А здесь, здесь тоже нету. И железо. М. У меня должно все это перерабатываться. Но оно почему-то не хочет. Вроде все включено. Все должно работать. Надо будет пойти наведаться на энергостанцию. А то бывает такой баг, что почему-то энергия не вырабатывается. Хотя, эти-то крутятся. Нет, провод есть. Ну что за фигня. Идем посмотрим наверх. Пока мы все в новую лабораторию переносить не будем. Будем переносить попозже. Наверное, когда ME-сеть появится. Так, а может... Переподключим. Так, вот. Труба. Главное, чтобы током не убило. И... О, совсем другое дело. А может с железа начнем? Давай, с железа. Так, все, мить потом. Ой, работать пошли. Энергия появилась. У всех, видимо. И они пошли работать. Так, пойдем пока заберем со склада. Всю железную руду. Потому что я уже смотрел у этого шахтера. Забрался, что можно. Может быть, он еще накопал. Ну, в основном, все унесли. Курьера, ну вот я назначил. Но он, по-моему, не работает. Э! Ну, и следовало догадаться. А, ну... А, у тебя еды нету. Чё бы так не сказать сразу. Всё, держи. И за работу. Колония должна процветать. И прогресс в сторону. Космические их технологии тоже. Так, стол зачарования. Ммм. Я недавно обозревал мод, где добавляется очень много различных чар. Я его оставил, как и говорил. Немного подправил. Там нет читерских зачарований. И также теперь добавил возможность, что мы можем наткнуться на проклятие. О, остались. Поэтому давайте-ка зачарим какой-нибудь улучшенный лук. Обычный чарить не особо хочу. Нужны нитки. Ниток нету. О, зачарим обычный лук. Всё. Выдадим все немножко опыта. И всё. На лук тут самые прикольные зачарования. О, бесконечность. Хоминг. Ну, в принципе, неплохо. Даже печать души есть. Это лук с бесконечными стрелами и самонаводкой. Чё ещё? Харвастинг. Он может собирать арвузы до тыквы. Знаете, как-то это не то. Ну, чё это один лук. Давайте к второй зачарим. Опыта позволяет. Даже немножко осталось. Сила 3. Так и... Ну, ладно. Пойдёт. Сила 3. Желательно бы эти луки объединить. Но я не буду пока этого делать. Нет, обычный лук. Оставлю. И одну стрелу. Теперь весь опыт назад в книгу засунем. Что у нас по железу? Есть полстака. Здесь вот тоже есть. Ещё запихнём. И пойдём заберём железо. Если такое имеется, у шахтёра. Три штучки. Нету. Э. А ну. Где он? Где шахтёр? Где шахтёр? Нету его что-то? Так, стоп. Он же не сдох. Нет, он сдох. А когда он успел? Шахтёр. Был застрелен другим зомби-шахтёром. Как давно это было, не знаю. Что-то я подумал, зачем мне лук. А, ну да, прикольное зачарование. Здесь у меня есть автомат. Пойдём посмотрим. А лучше поищем, где он сдох. Ну ладно, не будем отвлекаться. И, наверное, уже там и железо, и сталь пожарились. Поэтому возвращаемся наверх. Ну и приступим к крафтам. Для начала нужны стальные леса. Так, рюкзаки тут уже нету. Ладно, сделаем. Как раз много стали. По-моему, этого будет недостаточно. Шесть стальных лесов. Это есть. Далее 15 стальной листовой металл. Для этого нужен молот. Так, и обработаем. Работаем, наверное, 12. Так. Всё. А, нет, ещё надо. Их, хотел поменять. Так, сделаем ещё. И опять темнее, да? Да. Так, 16. Хорошо. Один краснокаменный инженерный блок. Так, а он, как он делается? В принципе, просто. Только нужен редстоун. И поспать. Надо всё это сделать. Так, ну вот и два. Идём дальше. И дальше у нас 9 лёгких инженерных блоков. Это достаточно жирно. Так, нужно будет сделать 18 таких компонентов. А делается не сколько двух железных пластин. Так, а железа уже маловато. И молот нужен. Возьмём молот. И... Так, я же ещё ставил. О, как раз 6. 6. Разплющим. Блин, надо было ещё один компонент. А, и тут железо нужно. Чё-то обосрались. Чё-то сильно обосрались. Их придётся идти в шахту. Копать железо самому. Так, выход-то где? А вот я и вернулся с шахтой. И принёс с собой больше стака железа. Которое вот почти переплавилось. Да, почти. И теперь уже достаточное железо для экскаватора. И для экскаватора что нужно было? Нужны инженерные блоки. В размере 9 штук. Одного не хватает. Так, сделаем сколько? Да, один. Где молот? Один компонент нужен. И готово. Далее нужно 5 тяжёлых инженерных блоков. Нужно сделать 4, потому что один уже в запасе есть. Для него нужно 4 поршня. А для них дерево. Так, уже 3 поршня. Забирай. И нужно здесь сколько стальных компонентов. Нужно 4 стальных компонента. Для них нужно 8 стальных пластин. Всё забрали. Нужен ещё электрон. Да, вот он. Так, всё. Да, всё готово. Нужно 3 блока радиатора. 2. Вёдра, 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 вёдра. Вот они, вёдра. Всё, вернёмся и сделаем. Два блока радиатора. Далее, нужен... О, сами ковши. Так, 9 стальных блоков и 20 стальных лесов. Так, остали. У меня стали не хватит. Поэтому отправляем на переплавку. Вот уголь. Ладно, пока сделаем сколько? 20, да, 20 стальных лесов. Так, что будет 26. И сколько? Эй. Да, будет 26 у нас в общем. Давайте. Угу. 12. Ещё 2. Ну, две штучки. Ну, блин. Лишние расходы. Так, всё готово. Теперь 9 стальных блоков. Берём железо. Скинем опять на переплавку. А3. 3. Так. Так, вот он строится. Поскольку это всё... О. Как-то оно плохо всё расположено. Но можно, в принципе, под землей. Даже вот так. Выкупаем небольшую ямку. И там уже будем располагать экскаватор. А это всё перенесём. Отправим ещё. Пока будем копать лопату. Ширина лента 3 блока. Такую вот ямку в один блок. Всё, обозначили место. Здесь можно ещё выкупать под ротор. Ну, блин. Долго всё готовится. Так, и как он идёт? Первый слой. Нужно 6 стальных лесов. Так вот. Далее нужны листы. Есть. Потом сюда. Блок радиатора. Мех компонент. Так, первый слой готов. Второй слой. Почти такой же. Это вот так. Сюда уже тяжёлые пойдут. Туда. Лёгкие. 6 штук. Так, сюда тяжёлый. Так. Том краснокаменный. Да что ж, я так забываю. Сюда такой. Это сюда. Сюда. А здесь обычными листами. Так, ну всё. Сам корпус готов. Теперь блоки. О, как раз. Ну, а сам ротор уже попроще будет. Так. Ага, понятно. Он идёт. Два блока. Значит, это сюда. Сюда. Потом. Лопату берём. Сюда, сюда. Нет, не сюда. 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 Туда. Так. Ну, здесь не надо было копать. Так вот. Вот так вот. Так вот. Как раз так вот достает. И... Всё. И... Отпразднуем мы это хорошим здоровым сном. Ну, что, торжественный момент. Активируем. Сначала ротор. Потом уже сам экскаватор. О, глубокая-глубокая дыра. Всё. Теперь... Теперь нужно подвести ему энергию. Это будет, кажется, проще сделать. О, порох железом. Это унесём. Ко-нибудь сюда. И нужны трубы. Но трубы... Сколько они переносят? Тысяча. Маловато. Ему для полноценной работы нужно 4000 флаксов. Тик. И розетки у него. Блин, с другой стороны надо было строить наоборот его. Всё. Вот оно. Ну и что ж. Запускаем. Так. И... Всё. Запускаем. С большими подёргиваниями оно работает. Это хорошо. Пока он ещё будет выкапывать землю. А потом уже приступит к руде. Да уж. Долго придётся ждать. А вот первый блок пошёл. Так. Но первый есть. Железа уже будет достаточно. И теперь нужно сделать больше энергии. А энергии какой бы сделать? Как вариант можно сделать сразу паровое. Так. Паровая турмина. Для неё нужно ещё больше стали. А генератора тоже нужно ставить. Так. Можно решить проблему. Вот так. Сколько теперь? Чуть-чуть побольше. Думаю, проблема частично решена. Пойдём посмотрим, что ещё можно отключить. Так. Так. Эти фигни тоже потребляет. Сколько? Тысяча РФ. Нет. Не будем отключать штанговые насосы. Потому что нефть сейчас нужна как никогда. Поэтому идём и будем ждать железо. Ждать, наверное, придётся долго. А не, пока сходим. К этому балбесу и посмотрим. Неплохо так накопал. Пойдём посмотрим, чё. С экскаватором. Ещё земля. Надо сломать эти мешающие блоки. О, другое дело. Сколько? 13 комочков земли. Неплохо. Ну что ж, будем ждать железо. А ждать придётся долго. Думаю, вернусь, когда он уже накопает достаточно железа. Ну вот, прошло достаточно количество времени. Экскаватор накопал руды. Я тоже сходил накопал руду. Я накопал почти два стака. А экскаватор? Ну, чуть меньше. Но всё равно это хорошо. Тем более, с удвоением будет уже почти восемь стаков. Поэтому отправляем всё это на переработку. Сколько? 25 золота. Ну, чё ж лез? Отправлено на переработку. Подходим к питанию. Так, сюда. Там не надо. Эх, какое олово. Всё, теперь он будет переплавлять железо. Но пока мы построим основу для паровой турбины. Возьмём булыжник. Возьмём у него булыжник, то есть шифтёра. У него там много. Если бурьерсию не унёс. Нет, не унёс. Хорошо. И будем строить паровую турбину. Для паровой турбины нужно котёл. Он перерабатывает дизель и воду в пар. Дальше пар идёт напрямую в турбину. Нужно ещё хранилище дизель. На всякий случай. Входит и собирает битву. Думаю. Продолжить туда платформу и будет норм. Ну, таким вот говёным булыжникам не будем. Сделаем всё что-то поприличнее. Например, это. Включаем режим. И мне нравится. Сделаем ещё столько же. Надо уже сделать нормальную стамеску. В любом случае придётся делать новую стамеску. Но на пакаме сделаем заготовку. Так, это дерево мешается. Где топор? Вот топор. Срубим его. Конечно, нормально оно рубиться не будет. И продолжаем. Делаем вот так вот. И вот. И один блок теперь надо. А нет, ещё 23 блока есть. О, ещё 10 осталось. Пробуем ещё полосу добить. Не хватает. Два блока не хватило, но пойдём сделаем новую стамеску. Если будут алмазы, то сделаем высокотехнологичную. Так, алмазная стамеска. И всё высокотехнологичная стамеска. Наконец-то нормальная. Теперь можем хоть весь булыжник переделать. Раз, и всё. Так. Платформа. Выход там. Можно будет где-нибудь вы здесь сделать место для хранилища дизеля. Сюда куда-нибудь котёл вставим. А сюда, в ту сторону, вынесем турбину. Тогда расширим платформу. Немного продолжим. Немного продолжим. Не боюсь. Так, металлические конструкции. Нет. Или то? Нет, совсем не то. Вот он, резервуар. Нужно 34 железного листового металла. С 4 забора из обработанной древесины. А, да. Пойдём, сделаем 34 листового металла. Думаю, железа уже хватит на него. Заодно посмотрим, сколько железа. Так, ещё накопалось железо у нас. 16 штук. Хорошо. О, тут уже целый стак. Больше. Нормально. Это выкинем. Теперь возьмём забор. Забор. И в ней не искать. Поэтому сделаем новый. Окей, никуда. Так, что-то подзависло. Но ничего. Сделали забор. И теперь возьмём оставшийся железный листовой металл. Трубу. Нужен ещё молот. Так, а молот? Нету. Один взяли. А из индустриала. А вот он. Всё взяли. Теперь сделаем. Всё. 24. И сколько? Так, я забыл сколько надо. А надо 34. Не хватает. А делается за один раз 4. Поэтому делаем ещё 8. И всё, хватит. Теперь в принципе готово. Скинем всё лишнее. И пойдём соберём резервуар. Взём молоток, книжку. И построим его. Так, молоток ещё один взял, чтобы трубы сделать. Вынесем его. Вынесем его. Так, отсюда будет труба. Сделаем его вот так вот. Сколько он в высоту? 3. 4 блока. Так, первый. Нулевой. Теперь вот так вот. Вот так вот. Выбираемся. Делаем сверху. И что-то я сделал не так. Точно не так. Нужен ещё один слой. Ну и что, сделаем. Так, лопата. Ё-моё. И всё. Вот она. Дизиор готов. Теперь подведём трубы. Сделаем немножко. Один штук. Так, что-то я рассчитался. 12. В итоге 17 труб. Так, как бы что-то не то. Как будет того избежать? А, здесь подведём. И подведём всё это наверх. И готово. Теперь нужен какой-то резервуар, чтобы проверить сколько тут жидкости. Но ведра у меня с собой нет, а кровь много не хочется. Поэтому поверим ему на слово и думать, что в нём есть дизель. А пока будем делать котёл. Котёл делается. Котёл. Котёл. А он не тут. Вот он, котёл. Здесь из стальных лесов нужно. Для начала. Мы сделаем сразу и для турбины, и для котла. Тебе нужен ещё генератор переменного тока. Турбина вырабатывала энергию. Так, чё ж на железо. Забираем. И будем делать. Так, это возьмём, это возьмём. Две стали. Это непорядок. Так, это скинем. Нет, это не туда. Так, опять подзависло. Товарищ в топе, чё несёшь? А ничего не несёт. Так, и закинем 50 железо. Ещё надо будет поспать. Теперь, теперь. 10, 10. Ага, 10. А стали-то нету. Такой энергии ему с той трубы не хватает. Чё, поделимся. О, хорошо пошло. Давай потихоньку перерабатывай, я пока посплю. Теперь им можно крафтить. Ну и последний рывок. Три блока готово. Наконец-то. Сделал материалы для всех машин. Для турбины, для интернатора. В общем, всё готово. И котёл, кстати, тоже готов. Теперь пойдём всё это построим. Прошло где-то полчаса, может 40 минут. Бегу в шахту за ресурсами недостающими. Жидал пока переплавится сталь. Ну всё сделано. Теперь можно спокойно строить. Отсюда будет выводиться дизель. Значит, котёл где-то будет здесь. Теперь приступаем к самому строительству. Найдём котёл. И поступает у него с какой-то одной стороны. Ну ладно, будем надеяться, что с той стороны. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и завершилась постройка, теперь активируем все машины 1, 2 и 3 Все, все готово Теперь осталось подвести все коммуникации, только труб не хватит Это мы сделаем еще Проводим отсюда Сюда Нужно еще взять рычаг Рычаг, что я снял? Все, рычаг, чтоб топливо подавалось Опять моделька западалась И... Странно, что-то оно не хочет Ну ладно Эй, блин, опять говно подобрал Наверное, надо все-таки с другой стороны Тогда в этом случае подведем трубу снизу И... Вот оно В теории должно работать Ни хрена она не работает Поэтому будем сейчас в воду подводить Так, стоп, нет, не будем Ну работай, скотина Проверить же надо Так Точно дизель туда качает Что-то это странно Надо загонять за ядром и проверить Ну что ж Я узнал, в чем проблема Оказывается Этот резервуар Который опять почему-то забагался Как и все остальное Уже полностью заполнен Но не видели Теперь он вообще пустой Да это он был заполнен бензином Полный резервуар бензина Не знаю, что за хрень творится Что за безовщина Ну здесь пропало все Здесь пропала вся моя настройка Я когда-то распределял Все жидкости по своим местам Почему-то оно теперь не работает Или я что-то делаю не так Вроде бы все так Бензин Теперь он вообще не берется Реально какая-то безовщина творится Ладно, попробуем еще раз Ну дай Вот дизельное топливо Дизельное топливо идет на север Север ставим дизельное топливо Теперь оно должно туда идти Так, интересно, куда бензин делся Я ж для него второй резервуар специально построил Ну ладно Теперь распределим еще бензин Так, стоп Я ж его вылил Ладно Так Это уже реально что-то ненормальное Опять появилось Думаю, лучше перезайти и посмотреть, что будет Я перезашел в игру И теперь меня еще больше удивило То, что здесь опять бензин Каким-то хером появился бензин Ладно, тогда это будет под дизель Так Теперь эту трубу подводим сюда Ставим рычаг Есть что? Нет, ничего Тогда туда О, есть что? Хорошо Турбина тоже забагалась Так, так, так Что теперь? Смазку сразу сделаем Так, смазка идет на запад Где у нас? Вот в этом запад Все Надеюсь, не слетит в следующий раз Впервые Такое, чтоб Вот так вот баглась Теперь нужно сюда подвести еще и воду Так, а вода будет идти Отсюда Точнее сюда И будет идти До океана далеко Там у меня же ведро есть Смазку бы куда-нибудь скинуть Ведро И сделаем небольшой Бесконечный источник И я не то хотел Катастрофу устроил Что с тобой такое? Скользкий? Ну, прикольно Ну, впервые я видел Увидел такой эффект Ладно, не суть Суть будет с водой А вот теперь можно и приступать К подключению Я все сделал Теперь Подключим сначала насос Насос Будем оттуда подключать Так, хотя Да, пофиг Пусть будет высоковольтный Так Вот Хотя Мне идея Получше будет Сделаем Это вместо столба Сделаем повыше Сделаем Наверное, вот так Это пойдет Туда Что-то у меня Да, не все нормально Туда И Вот так вот Да, теперь четко По идее Это уже все подключено А, точно Здесь нужен сигнал красного камня Поэтому делаем Опять Ботинки снял Делаем рычаг Здесь выход Надо сделать О, пар пошел Пар пошел Но не вышел Нужно же провести Блин Все закрываем И Смотрим Ох, как поперло Да, хорошо идет Пойдем посмотрим Что там Экскаватор Теперь-то у него Должно быть Достаточно энергии Чтоб работать на полную А если его еще и смазать Так вообще красота будет Ну Конечно Не отлично Но уже получше Намного лучше А эти кабели 4000 Желательно бы Его вообще напрямую Выключить К тупине Но это будет Уже со следующим Экскаватором Который будет Стоять Как раз рядом И напрямую Подключим его К этой Турбине Будет очень много Кварца И кроме этого Он добывает Не только истинный Кварц Но и Незер Кварц Может что-то еще Ну а на этом Будем заканчивать Девятую серию В этой серии Достаточно хорошо Подрудились Построили целый Экскаватор Да еще и Турбину с котлом В следующей части Я без записи Построю Еще один экскаватор Который будет идти На кварц И будем заниматься МЕ сетью Эту часть Было достаточно Сложное снимать Потому что я снимаю Уже третий день Так что В некоторых местах Может голос меняться Еще полтора часа Уйдет на монтаж Поэтому серия Так задерживается На этом все С вами был Отсот Подписывайтесь Сините Комментируйте Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok